всех приветствую продолжаем рассматривать работы мастеров художников скульпторов и описание к этим работам питер пауль рубинс возвращение дианы с охоты около 1615 года холст масла 136 на 184 1608 году рубинс вернувшись из италии в антверпен привез с собой интерес к наследию античного искусства и литературы который не угасал в нем всю жизнь и стал краеугольным в творчестве и размышлениях об искусстве сюжеты греческой и римской мифологии он использовал для многих своих картин особенно заказных богиня диана чрезвычайно привлекала рубинса поскольку в мифе они с античностью соединилась и другая излюбленная им тема охота интерес живописца подогревался его королевскими и аристократическими патронами охота была исключительной привилегии этих кругов художник создал ряд охотничьих картин большого формата многие из которых имеет в основе античный сюжет в отличие от других картин которых мастер передает пафос борьбы в этом полотне его внимание сосредоточено на красоте античной богини охотницы диана защитница женской непорочности стоит со своими спутниками перед группой сатиров который кстати представляет для руинца другой полюс интересов всего что связано с вакханали копье дианы резко разграничивает две эти группы два мира сколь различен облик этих участников среди сатиров дикие свои страсти козлоногие существа покружение дианы которая сама излучает прелесть женской натуры ее божественно красивые спутницы сатиры демонстрирует обилие фруктов намекая на то какое великолепное вино получится из них в будущем свою очередь у дианы птицы и заяц символы чувственных наслаждений убитые ею на охоте символическом смысле они выражают ее отрицание предлагаемым наслаждение нидерландские художники 18 века порой имевшие узкую специализацию часто привлекали своих коллег когда на картине нужно было изобразить то в чем они были недостаточно сильны так фрукты и животные на представленном полотне написаны франсисом снайдерсом славящимся подобными натюрмортами и изображением животных вот такое описание к работе питера пауле рубинса возвращение дианы с охотой около 1615 года текст по книге великий музей мира пока пока до свидания